Два месяца тяжёлой разлуки с трёхлетним сыном, казалось бы, окончены. Суд выносит решение о временном проживании трёхлетнего Максима с матерью. Всё это время женщина ни разу не виделась с ребёнком. За целые два месяца я наконец-то увидела хоть какую-то справедливость в моей истории, хоть кто-то мне пошёл навстречу. Семейная драма развернулась в феврале этого года. Татьяна вспоминает, сожитель избил её, забрал сына, а после поменял замки. В надежде хотя бы издалека увидеть ребёнка, два месяца Татьяна ходила к дому, где предположительно жил сын, в больнице и детский сад. Но всё безуспешно. У меня были панические атаки, я плакала. И панические атаки были связаны с тем, что я не находила рядом с собой ребёнка и вспоминала всю эту ситуацию, погружалась в эту реальность, в которой я сейчас нахожусь. Абсолютно жуткая реальность. Чтобы добиться встречи с малышом, Татьяна подала иск в суд. Однако увидеть ребёнка не удаётся и после решения. Женщина объясняет, бывший супруг возвращать сына не намерен и грозится, что не покажет Максима ещё два месяца. Не могут помочь и правоохранители, поскольку в определении суда не хватает важного пункта. Помимо определения места жительства, необходимо было определить процедуру, как должен ребёнок попасть в это место жительства. То есть определить об изъятии ребёнка у отца и передачи его матери. Как и когда теперь состоится долгожданная встреча, пока неизвестно. Дмитрий и его адвокат на связь не выходят. Где сейчас живёт ребёнок, мать не знает. Татьяна теперь готовит новый иск в суд. Женщина планирует добиться изъятия ребёнка у отца.